МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О городских событиях этого дня вам расскажут корреспонденты Южный регион инфо и я, Эдуард Раткевич, вначале о главных темах выпуска. Даже летом в час пик без пробок шестиполосный Оксайский мост открыт после реконструкции. Теперь шесть полос, теперь можно с донским ветерком, без нервов, без остановок, без пробок проезжать спокойно эту трассу. Лучший экспортер Дона. Итоги регионального конкурса подведены. Со своей стороны, Министерство экономического развития Ростовской области в 2015 году планирует увеличить объем финансирования по данному направлению. Свободная пирамида. В Ростове стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту. Командные соревнования, которые предполагают особый интерес для любителей спорта и спортсменов. Поэтому надеемся, что чемпионат пройдет на достаточном сроком уровне. Теперь через дон можно проехать по шестиполосной дороге. Оксайский мост готов к работе и отвечает всем стандартам качества. Оценил работу ростовских дорожников министр транспорта Максим Соколов. Также на открытии дорожной артерии дона побывала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. Финансирование дорожного комплекса – один из вопросов, которые обсудила Валентина Матвиенко с представителями региональной власти. Окончательное открытие Оксайского моста – настоящий подарок для автомобилистов. До этого ограниченное движение на оживленном участке М4 стало для водителей больной темой. Левый мост не справлялся с нагрузкой. В летний период выезд из города занимал по несколько часов. Работа правого мостового перехода полностью решит эту проблему. Теперь шесть полос, теперь можно с донским ветерком, без нервов, без остановок, без пробок проезжать спокойно эту трассу. Помимо федеральной темы, а я хотел бы сообщить одну вещь, у нас нет больше на территории Ростовской области ни одного кусочка М4, где меньше четырех полос. Этим мы закрываем эту тему. Дорога оснащена антигололедной системой. Для строительства использовали композитные материалы. Это делает мостовой переход прочнее, без утяжеления конструкции. Нововведением явилась новая полимерная армированная верхняя плита с увеличенными сроками на истираемость и на продавливание колеи. То есть это верхний состав бетона, он еще и армированный. Строители, инженеры и конструкторы со своей задачей справились. В целом пропускная способность моста увеличилась в полтора раза, а это 65 тысяч машин в сутки. Реконструкция правой части заняла меньше года. Объект сдали раньше срока. Рабочие трудились в две смены по 12 часов в сутки. Во-первых, на месте, в Ростове. У нас же работа заключается по вахтам. Мы же строим не только в Ростове, мы строим и на юге, строим и в Москве, и вообще по Российской Федерации. Ну, здесь, конечно, приятно, потому что дома родные стены помогают. Открытие транспортной магистрали – событие регионального масштаба. Максим Соколов, министр транспорта Российской Федерации, отметил, что к 2018 году все дороги страны должны соответствовать установленным стандартам. В планах правительства реализовать еще несколько значимых проектов в дорожной сфере. Дарья Зимина, Игорь Коровтенко, Южный регион, Инфо. И к другим темам. В Ростове подвели итоги конкурса «Лучший экспортер Дона». Победителями в своих категориях стали комбайновый завод «Россельмаш», также компания «Кливер» и «Турбулентность Дон». Еще 15 предприятий получили дипломы участников конкурса. После церемонии награждения представители власти и бизнеса обсудили за круглым столом перспективы развития экономики на Дону. Всем региональным предприятиям, нацеленным на экспорт, правительство области оказывает информационную, кадровую, финансовую и организационную поддержку. Мы сейчас встречаемся с трудовыми коллективами, представителями предприятий экспортеров области с целью для того, чтобы, во-первых, проинформировать наш бизнес о том, какие решения принимаются на уровне правительства Ростовской области по оказанию поддержки и помощи предприятиям, экспортерам. Еще один вид поддержки донского экспорта отметил Михаил Чернышев – работа с крупными федеральными структурами по стимулированию бизнеса. Так еще в марте текущего года региональное правительство и российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций подписали соглашение о сотрудничестве. Со своей стороны, Министерство экономического развития Ростовской области в 2015 году планирует увеличить объем финансирования по данному направлению. И если предприятия страхуют в агентстве свои риски, связанные с экспортной деятельностью, у них появляется гарантия на то, что они могут претендовать на возмещение части своих расходов в рамках существующей подпрограммы Министерства экономического развития Ростовской области. Пригородный автовокзал перенесут на улицу Российскую. Об этом заявил глава Ростова Сергей Горбань. Старый автовокзал вплотную примыкает к жилой застройке, что нарушает санитарные нормы, поэтому назрела необходимость его переезда. В качестве нового места предлагались два варианта – участок в районе торгового центра «Мега», а также на улице Российская и в районе пересечения с проспектом Шолохова. Градоначальник выбрал второй вариант, так как считает его более удобным для ростовчан. Территорию старого автовокзала отдадут под строительство торгово-развлекательного центра и паркинга. И к новостям спорта. В Донской столице стартовал командный чемпионат мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Из 11 участников стран СНГ прибыли всего 7. Самая многочисленная сборная из России. В турнире соревнуются новички и такие именитые игроки, как четырехкратная чемпионка мира Диана Миронова, чемпион Европы 2010 года Андрей Фрейзе, Никита Левада – донской чемпион мира 2011 года. Подробности у наших корреспондентов. Чемпионат мира по бильярду в парном разряде проводится в России в первый раз. Ростов-на-Дону – лидер по развитию бильярдного спорта. Поэтому соревнования стартуют здесь. В дальнейшем Федерация бильярдного спорта планирует ежегодно проводить такие турниры уже по всей России. Командные соревнования, которые предполагают особый интерес для любителей спорта и спортсменов. Поэтому надеемся, что этот чемпионат пройдет на достаточно высоком уровне. Сюда съехались наиболее сильные спортсмены на сегодняшний день, в том числе и представители Ростовской области. Среди новичков бильярдного спорта именитые игроки. Они делятся своим опытом и задают высокую планку. Андрей Фрейзе признается, что и ему, чемпиону, тоже придется нелегко. Для всех этот чемпионат – это что-то новое. Командные турниры у нас, на моей памяти, еще не проводились. По крайней мере, я в них не участвовал. Тем более чемпионат мира, где собраны все сильнейшие игроки. Участники играют на вылет. По итогам пяти дней в финале остается 16 сильнейших. Мужчины будут бороться за главный приз – 1 миллион 400 тысяч рублей. Сколько получит победительница соревнований, осталось секретом. Но сумма будет меньше. Елена Мандрик, Екатерина Ванякина, Федор Качкарев. Южный регион.Инфо. На этом у меня все. Следите за новостями на нашем портале rostovlife.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова